Конечно, оправдать такой нерадостно высокий показатель можно традиционно. Мы пьем не сами, все дело в неумеренности приезжих туристов из соседних северных стран, которые в силу дороговизны спиртных напитков у себя на родине закупают их у нас. Но настораживает другое – около 21,5% смертей в нашей стране связаны со злоупотреблением спиртным, а это наносит серьезный социальный и экономический вред обществу. Из-за этого наше государство ежегодно теряет не меньше 1% ВВП. Но беда не приходит одна, есть и другая мрачная статистика. Согласно рапорту, чаще, чем в других странах в Эстонии, спиртную употребляют люди, образованные, а также молодежь и женщины. В Европе убеждены, что пьянство, в первую очередь, это не вопрос морали, а медицинский вопрос. Согласно 10-миллионной европрограмме, в частности, семейные врачи начнут опрашивать пациентов в соответствии с анкетой, составленной экспертами Всемирной организации здравоохранения. На основании ответов специалист получит представление о том, злоупотребляет ли пациент алкоголем или его показатели в норме. А это должно помочь выявить проблему на ранней стадии. Программа же содержит в себе две цели. Первая цель, именно чтобы развить систему, чтобы семейный врач стал более активно обращать внимание на навыки человека употреблять алкоголь. И не только, что он себе осознает, а чтобы с пациентом на эту тему начинать разговаривать. И разговаривать это в том плане смело, без всякого стигматизма, чтобы как-то обвинять или мораль считать, а в таком конструктивном виде, чтобы действительно вот это. Что цель этого именно то, что человек сам, кто может быть, ну не знаю, это, наверное, нормально и так далее, и так далее, чтобы он зазнал, что как много он потребляет. Второй целью программы станет лечение людей, потребляющих чрезмерно большое количество алкоголя и тех, кто не может от этого влечения избавиться. Для таких зависимых специалистами разработана своя система помощи. В основном это психотерапия и лекарственное лечение. Здесь стоит отметить, что сегодня больничная касса выделяет на психотерапию недостаточное количество средств, и лечение из собственного кармана становится весьма затратным делом. В случае же прохождения пациентом официальной индивидуальной психологической помощи он попадает в европейскую программу, а следовательно, помощь в борьбе с алкоголизмом будет предоставляться абсолютно бесплатно. На этом, кстати, долгое время настаивали отечественные врачи-наркологи, озабоченные тем, что у нас тысячи с подобными проблемами пока брошены на произвол судьбы.